К другим темам в Твери на очередном заседании законодательного собрания Тверской области в первом чтении был принят проект закона об областном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов с учетом всех внесенных поправок. Еще одним ключевым вопросом заседания стало пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Тему продолжит наш корреспондент. Основной темой заседания регионального парламента стал проект областного бюджета на 2023 и два последующих года. За основу при формировании был принят базовый вариант прогноза развития экономики с учетом всех условий. В первую очередь в нем предусмотрены средства на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств Тверской области перед всеми категориями. Предусматривает развитие, как я уже сказал, 29 государственных программ, где в том числе и адресная инвестиционная программа, которая будет увеличена. Также в приоритете мероприятия по повышению потенциала развития экономики, господдержка ряда отраслей, обеспечение инфраструктуры инвестиционных площадок. Мы развиваемся даже в этих непростых условиях. У нас есть точки роста и в сельском хозяйстве, и в дорожном строительстве, и мосты строятся, и газификация области идет. Поэтому, конечно, большие инвестиции, я бы отметил, связаны с тем, что мы получаем поддержку серьезную из федерального центра. В 2023 году прогнозируется рост индекса физического объема волового регионального продукта до 102%, то есть до 657 миллиардов рублей. А индекс производства сельхозпродукции до 117%. Производство достигнет 68 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в 2022. Интенсивная работа с правительством и в законодательном собрании позволила сделать сбалансированный бюджет, который позволяет выполнить все текущие обязательства, предусматривает проекты развития. И хочется отметить, что он получился социально ориентированным и особенно выделить помощь бойцам, которые сегодня несут службу на СВО. Забота о семьях будет продолжаться. Еще один вопрос на повестке дня. Закон о ежемесячном пособии, которое выплачивается в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособий объединит в себе шесть выплат. При этом сохраняются действующие пособия семьям с низким доходом, назначенные до 1 января 2023 года. Это выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Разработан данный законопроект в связи с изменениями федерального законодательства, а также с необходимостью выработки единого комплекса системного подхода к мерам поддержки семей с детьми. Рассмотрен детально данный законопроект, поддержан. И в областном бюджете на следующий год необходимые денежные средства на выплаты предусмотрены. Ожидается, что его получателями в 2023 году станут почти 50 тысяч человек. Кстати, общий объем доходов областного бюджета на 2023 год запланирован в объеме 97,8 миллиардов рублей. Рост составит 1,2% по сравнению с 2022. Редактор субтитров А.Семкин